всем привет и добро пожаловать в наш ежедвух дневный выпуск newsblog крипто на канале крипто commons как и всегда мы изучили массу событий произошедших за ушедшие выходные и выбрали для вас только самое важное и интересное произошедшее в мире крипто из оставшегося мы взяли самый сок и приправили его нашими выводами и чтобы готовый продукт не успел остыть переходим к делу и так сегодня выпуске новая веха в развитии эфириум что несет новый апгрейд сети япония открывает дорогу для больших инвестиций в крипто взлом года декс обменник fixed float лишился 26 миллионов долларов и завершает наш сегодняшний выпуск анализ рынка с джорджем тангом более известным как крипто зарос оставайтесь с нами и так деревья веркал обещают супер выгоды для соло стейкинга эфириум говорит виталий бутерин деревья веркал представляющие собой производные от деревьев меркал или хэш деревьев являются частью дорожной карты которую бутерин представил в конце 2022 года пять ключевых слов отражают текущие этапы разработки в мерч серч верч перч и splurge описаны технические детали различных этапов разработки деревья веркал стоят под зонтом верч третьим этапом плана развития эфириума объясню простым языком речь идет об оптимизации алгоритма доказательства построенного на принципе предложенным американским криптографом ральфом мерклом запатентовавшим его в 1979 году однако деревья веркал являются модифицированной версии этого алгоритма использующего вместо хэш функции так называемый вектор хэш что значительно эффективнее помогает снизить размер доказательства используемого блокчейном в итоге системные требования предъявляемые к нодам консенсус уровня значительно снижаются таким образом снижая и порог входа в данную когорту но ключевым аспектом этой новости является то что сеть эфир не просто ведет активную разработку каких-то фишек а шаг за шагом идет по дорожной карте включающей фундаментальные трансформации этой сети и хоть в последнее время эфириум выпал из повестки дня это никоим образом не означает что у конкурентов появилось время на отдых и вот почему зачастую заявление о том что появился новый убийца эфира постепенно становится мемом в свою очередь данная ситуация также и коррелирует с ценой на актив которая последнее время активно растет что за этим стоит конкретно и как она поведет в будущем сказать сложно но с определенной точностью могу сказать одно эфиры биткоин здесь надолго а все что я говорю это не финансовый совет срочная новость япония упрощает инвестиции в криптовалюту и в 3 для венчурного капитала япония находится на пороге значительного прорыва в регулировании в сфере криптоинвестиций предлагаемая поправка инициированной министерством экономики торговли и промышленности направлено на то чтобы позволить фирмам венчурного капитала в японии напрямую инвестировать в проекты выпускающие криптовалюту предлагаемая поправка к нормативным Hart Through Японии привлекла внимание ключевых заинтересованных сторон в том числе лидеров отрасли и правительственных чиновников, которые признают её потенциальное влияние на сектор крипто. Что ж, дорогой зритель, в очередной раз мы с тобой стали свидетелями того, как очередная страна, и в этот раз Азии, открыла дверь в приветствую крипто. И хоть, на мой взгляд, масштабы данных инвестиций вряд ли смогут посоперничать с ETF, всё-таки возможность притока венчурного капитала в крипто становится очередной гирькой на чашу весов в пользу начинающегося бычьего забега. Кстати, детальное описание и разбор вариантов такого забега отлично описал Боб Лукас в своём свежем видео, перевод которого мы выложили вчера. И если ты его ещё не посмотрел, то обязательно это сделай. Ссылку ты найдёшь в описании под видео. Продолжает наш выпуск История большого взлома. Обменник Fixed Float взломан на 26 миллионов долларов в биткоине и эфире. Добро уже в бегах. 18 февраля компания Fixed Float подтвердила, что платформа была взломана после того, как блокчейн-расследователи сообщили о незаконных перемещениях крипто. По состоянию на утро понедельника 19 февраля в акканте Fixed Float на Икс не было новых сообщений или подробностей. Более того, на момент подготовки этой новости сайт Fixed Float также не работал, выдавая сообщения «Идут технические работы, мы скоро вернёмся». 19 февраля компания по блокчейн-безопасности PexShield сообщила, что в результате атаки было украдено около 1728 эфиров на сумму примерно 4,85 миллиона долларов и 409 биткоинов на сумму около 21 миллиона долларов. Хакер уже перевёл большую часть украденного эфира на биржу и эксч. Итак, дорогой зритель, объясню, почему это важно. Дело в том, что обменник Fixed Float являлся полностью автоматизированным. И с учётом того, что компания уже вторые сутки сохраняет молчание, можно сделать выводы, что причина взлома до сих пор не установлена. С одной стороны, мы знаем, что на комиссиях биржи зарабатывают огромное количество, но обменник – это не биржа, а сумма в 26 миллионов долларов на самом деле серьёзная и тем более для обменника. Таким образом, смею предположить, что обменник в строй вернётся не скоро. Но ты спросишь, а какие же выводы мы здесь можем сделать? Дело в том, что некоторые СМИ говорят о Fixed Float как о проекте DEX. На самом деле, это не совсем так. Не буду вдаваться в скучные детали, а просто замечу, что, по имеющейся информации, средства пользователей не пострадали. Была украдена ликвидность, принадлежащая самому обменнику Fixed Float. Поэтому правильнее всего будет дождаться дополнительных деталей от самой компании, ведь все остальные домыслы будут лишь чистой спекуляцией. Главное, дорогой зритель, храни свои средства только на собственных кошельках. И избегай любых кастодиальных сервисов. И завершает наш сегодняшний выпуск анализ текущей ситуации в рынке от Джорджа Танго, более известного как CryptoZoros. Джордж, пожалуйста, без лишней воды и крупную картинку. Что нас ждет впереди? Да, привет всем, понял тебя. В общем, посмотрите сюда. Это RSI по биткоину. Слушай, это не космические технологии. Не нужно быть семипядей во лбу, чтобы понять, что это значит. Слушайте, да вы можете ее распечатать и показать членам своей семьи. Спросив, как вы думаете, что будет следующим шагом? На основании предыдущих результатов и предыдущих движений. Как вы думаете, что будет потом? Я думаю, что мы все знаем, что будет потом. У нас впереди события халвинга. Впереди взрывной рост. Да, ребят, у нас могут быть какие-то коррекции. Я не говорю, что их не будет. На самом деле, чем быстрее мы движемся вверх, тем будут большие коррекции. Это нормально. 20, 30, 35, 40, 40% коррекции могут оказаться перед носом. Могут наступить. Но это не значит, что забег окончен. На самом деле, это значит, что забег только начался. Это параболический забег. Так что, будьте к этому готовы. И также, будьте готовы к тому, что нас ждет впереди. Параболические прибыли. Вот что нас ждет. Джош, вот это я понимаю. Вот это аналитика. Послушал тебя. И жизнь стала прекрасна. Да не важно, какие там коррекции в 30-40%. Главное, что нас впереди ждут параболические прибыли. Все, пошел покупать биткоин, пока его не скупили эти ETF-ы вместе с Майклом Сейлором. И делать я это буду на бирже Bybit. Пока у Coinbase заканчивается биткоин, на Bybit его все еще достаточно. Главное, не затягивайте и не забывайте, что это не финансовый совет. И, кстати, на тех, кто зарегистрируется на Bybit по ссылке в описании, свалится хороший бонус. В общем, на этой позитивной ноте, дорогой зритель, наш выпуск подошел к концу. Поэтому желаю тебе успешного трейдинга, хорошего вечера и до встречи в следующем выпуске. Субтитры сделал DimaTorzok